Ну, я надеюсь, что всё-таки вопросы, которые будут от вас, будут касаться не личной жизни каждого. Мне бы очень хотелось, чтобы вопросы звучали те, которые важны, ну и, соответственно, интересны для множества людей, а не для кого-то исключительно. Так что я бы очень был рад, чтобы мы всё-таки ориентировались на эту мысль. Ну, вот сейчас идёт рождественский пост, и мне бы хотелось вначале просто процитировать вам Игнатия Валенчанинова, который писал «Пост телесный ничего не значит без духовного поста внутреннего человека, который состоит из предохранения себя от страстей». Но он очень значит, поскольку он может способствовать и действительно способствует предохранению себя от страстей. Ну, это я так, просто вначале, для того, чтобы мы с вами уже могли приступить к вопросам и поговорить о том, что нас сегодня волнует и беспокоит. Итак, пожалуйста. Алексей Ильич, для современного человека духовная жизнь представляется как занятие возвышенное и доступное лишь некоторым, например, ведущим отшельнический образ жизни. Так ли это? Что сегодня духовная жизнь? Что такое сегодня духовная жизнь? Возможно ли она для человека, который в силу своей деятельности постоянно находится в суете житейской? Вы знаете, создалось какое-то превратное понимание духовной жизни. Вот сейчас мы все сидим у себя дома, в квартирах или где-то в другом месте. Кто нам мешает сейчас от всей души произнести хотя бы раз, другой, третий молитву Иисусову? Вот это уже духовная жизнь. Кто мешает мирскому человеку, который находится в гуще, в гуще суеты, вместо того, чтобы поддерживать какие-нибудь там глупые, а то и просто нравственно-безобразные разговоры, просто уйти в себя, ничего не показывая, конечно, не демонстрируя какую-то свою исключительность, а просто отойти. В чем состоит духовная жизнь? В воспитании нашего духа. А в чем мы состоим, мы все знаем. Мы не можем ни одной минуты провести без того, чтобы кого-то не осудить, о чем-то не подумать, нехорошо, на кого-то не разозлиться и так далее. Вот в чем состоит духовная жизнь. В любой момент нашей жизни мы сразу поступаем или откликаемся, или направляем свою мысль, свою деятельность в ту или другую сторону. Вот в чем состоит духовная жизнь. Поэтому она возможна всюду, и в какой-нибудь пещере, из которой подвижник не выходит, может быть, годами, и в самой гуще, и в суете мирской жизни. Всюду она возможна. И даже хочу высказать не свою мысль совсем, а мысль людей, действительно, которые понимают, что такое духовная жизнь. Что оказывается, вот на это прошу обратить внимание, оказывается, каждый из нас, каждый, кто бы где ни находился, в какой бы обстановке ни был, а оказывается, эта обстановка самая соответствующая его духовному состоянию. Вот если бы мы хоть чуть-чуть потрудились и изменили себя, хоть каялись, старались воздерживаться от грехов, изменились бы и внешние обстоятельства. Оказывается, не внешние обстоятельства являются причиной нашего внутреннего духовного мира, а именно наше духовное состояние определяет как раз и сами те внешние обстоятельства жизни, в которых мы находимся. Это очень важно понять. Мы являемся источником того, что нас окружает, в чём мы находимся, в чём мы живём, с кем общаемся. Мы – наше духовное состояние. Рыба может быть только в воде плавать, а птица – в воздухе летать. Так вот и мы. А кое-какие червячки находятся в тех местах, о которых не принято говорить, не только за столом, а вообще. Понимаете ли? В чём дело? Так вот и мы, оказывается, можем быть и рыбой, и птицей, и этими червями, которые копаются в самой грязи. Вот, оказывается, что такое духовная жизнь и от чего она зависит. Так что в этом отношении мы можем быть, я скажу такое слово, спокойны. На самом деле, оно, может, не очень подходит. Духовная жизнь всюду возможна, в любом месте, в любую минуту нашей жизни. И она состоит в том, чтобы мы хотя бы немного, немного пытались свою душу, свой дух ориентировать на евангельскую жизнь. Вот, оказывается, в чём она состоит. Так что можно всюду, а не только к нееспособной отшельнике. Сергей Иванов спрашивает. Прокомментируйте, пожалуйста, притчу о нерадивом домоуправителе, смотрящем за хозяйством, которого уволил хозяин. А тот, вдобавок, простил должникам часть долгов перед своим увольнением. А хозяин за это его ещё и похвалил. Ну, а дальше, Сергей, дальше. Не почитали Евангелие, а что дальше-то? Какой вывод? Вывод-то очень интересный. Так и вы. Так, если будете поступать. Поступать как? Вот благотворить другим людям, то и вас потом примут в свои обители те люди, которым вы простили. Ведь это же притча! Обратите внимание, что всё Евангелие в притчах. Это вообще интересно. Это вот был стиль, если хотите, ну что ли, научение, стиль проповеди, стиль обращения, стиль педагогики. Вот сейчас мы прямо называем вещь. А там нет. А там, посмотрите, как образно. Иногда настолько это образно, что надо ещё и задуматься, и понять. Так вот, заканчивается эта притча, чем смотреть, чтобы и вас тогда примут в свои обители. Кто? Почему? В данном случае приточным образом изображено, как этот домоправитель, который провинился. А вы знаете, кто такой домоправитель? Знаете, кто? Каждый из нас. И мы непрерывно провиняемся перед хозяином дома. И что же делать нам? Быстрее! Твори милость по отношению к кому? К тем, кто тебя обманул, кто тебя обвинил, кто тебя предал, кто тебе не додал, кто тебе не додал, те, кто грешат, будьте, постарайтесь проявить милосердие и великодушие к каждому человеку. Видите, кто домоправитель? Мы с вами хозяин Бога. И эта притча научает нас, как мы должны относиться к людям. Даже тогда, когда кажется внешне, ну, разве можем мы своему обидчику, что мы, как мы должны поступить, ясно? Он мне сказал слово, я ему десять, чтобы он знал, да? А здесь наоборот. Он сказал десять, да? А я все-таки постараюсь поменьше сказать, сдержаться, удержать себя. Сколько должен-то? Сто? Ладно, пиши пятьдесят. Сто? Пиши семьдесят. Вы слышите? Эта притча научает вот чему-то. Оказывается, эти домоправители все мы, все люди. И Господь научает нас этим образом, ведь это очень, ну, притчный образ, это язык того времени, научает нас, как, с каким великодушием, с каким прощением, с каким милосердием мы должны относиться к другим людям. Вот так. Алексей Ильич, поступил ряд вопросов по поводу исповеди в современной ситуации. Во многих храмах практикуется такая вещь. Не читается, нет личной исповеди, когда человек подходит к священнику лично, а читается чинопоследование общей исповеди, читается разрешительная молитва. и людей это вводит в смущение. Как вы к этому относитесь? Ну, это можно понять. Мы привыкли к исповеди, как непосредственному разговору со священником. Открываем свои грехи, свои грехи перед ним, Богу. Не ему, не священнику, а Богу, но перед лицом священника как свидетелем. Все те, кто исповедовался, помнят, наверное, слова священника признать, аз езден, только свидетель, а вовсе не судья, вовсе не тот, который может прощать нас или не прощать, не судья, а свидетель. Так вот, и в данном случае, когда вот ситуация у нас в связи с коронавирусом такая сложная, и к которой мы должны относиться к этой ситуации так, как показал нам, отнесся к этому сам Господь Иисус Христос. Как? Помните искушение в пустыне? Дьявол взял и поставил его на крыле храма. Представьте себе это. Так? И говорит, брось себя вниз, потому что ангелам заповедано тебя на руках твоих понести. Ответ – не искушай Господа Бога твоего. Поэтому те священники, которые, понимая и видя... Вот сейчас вы посмотрите, множество больниц переполнено. Вы посмотрите, как заражаются друг от друга, как тяжело страдают больные, сколько умирают людей, так как мы должны относиться. Никакого вируса нет. В храме не заболеешь. Исповедуйся, пречайся как угодно, какие нашлись святые. Не смотрим, сам Христос не бросился, который ходил по водам, который воскресил четверодневного Лазаря. Не искушай Господа Бога твоего. И эти священники поступают правильно. Пожалуйста, он читает, произносит общую исповедь. Каждый, кто хочет сейчас подойти к Святой Чаше, кайся перед Богом, посмотри на свою совесть, обратись к Богу. Вот она, исповедь, настоящая исповедь. Мы привыкли, не привыкли, но, может быть, довольно часто обманываем себя. Чем? Что мы вместо исповеди перечисляем свои грехи, да еще напишем на бумажке, да еще батюшке дадим. Почитай, батюшка, а я пока в магазин забегаю. Но я шучу, конечно, понимаете? И бумажкой еще отделываемся. А надо каяться. А покаяние, как только мы сказали это слово, оно с чем соединено? с сердцем, с душой, с искренним осознанием своих грехов. Итак, вот общий исповедь. Кто мешает нам каждому, когда мы стоим перед лицом священника, произносящего нам эти общие молитвы, общее назидание или перечисление грехов, так, кто нам мешает сейчас покаяться перед Богом? И вот затем священник произносит разрешительную молитву. Ее действие какое? Скажу так, прямо пропорциональное тому, как мы вот сейчас каялись перед Богом. Скажу, то же самое происходит и при личной исповеди. Если я только перечисляю грехи свои бездушно, то и будет такое разрешение от грехов. Какое? Каким ты был? Таким и выйдешь после этой частной исповеди. Так что в этой общей исповеди, оказывается, мы можем вполне, вполне исповедоваться, вполне можем получать разрешение от грехов. Вполне. О чем священник и читает. Итак, задача наша какая все-таки. Кается, а не перечислять грехи. А то напишут вот такой вот лист. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Что это? А где исповедь? Можно что-то написать и действительно кается. Особенно, если человек долго и не исповедовался. Да, полезно. полезно действительно вспомнить, вспомнить, может записать, если долго. А если часто, что интересно, вы пишете? Повторяете то же самое, да? Очень большая опасность, страшная опасность, я бы сказал, подменить исповедь перечислением грехов. Потому что тогда тогда мы остаемся без помощи Божьей. И вновь повторяем и повторяем те же самые грехи. По какой причине? Потому что практически не каемся. Вот оказывается в чём суть дела. Поэтому учитывая настоящую ситуацию, в которой мы находимся, что надо благодарить Бога, что можем хотя бы на общей такой исповеди прийти, где всё нам помогает, всё, и сам священник нам помогает, можем покаяться и получить разрешение грехов. Дай Бог, чтобы это было. Светлана Тунцева спрашивает, скажите, пожалуйста, почему дурные привычки формируются сами собой, не нужно прилагать никаких усилий, и потом от них тяжело очень избавиться? А хорошие и добрые привычки даются тяжело, и к тому же могут вызвать такие чувства, как гордыня, превосходство и так далее? Только так кажется, что сами собой. Ничего подобного. эти дурные привычки в нас проистекают в силу того, что когда только мы соприкасаемся с тем дурным, мы вместо того, чтобы отрынуть это не моё, и чтобы не делать, не подражать, если мы видим, как кто-то это делает, не осуждать тех, кто это делает, и самому не начать так, мы вместо этого легко, без всякого порога, без барьера, уже сами начинаем так. Сначала так, между прочим, а потом поехала во вся тяжкая. Нет, не сами собой они. Ничего в человеке само собой не зарождается, если человек сам не протянет руку. Исаак Сирин пишет, что никакая тварь и ничто, в том числе, говорит, ну, ни гады, ни звери, ни люди, ни демоны, не могут прикоснуться к нам без воли и согласия самого человека. Так что, вы знаете, это только так кажется, что они сами собой. Это кажется, а если мы понаблюдаем, то мы увидим, как они зародились, как начали развиваться и как мы сейчас уже оказались, знаете ли, в клеточку раз и попались в капкан. Это верно. Нужно всё-таки хоть немножечко, но наблюдать за собой. Татьяна Николаевна спрашивает, у меня один вопрос. Грешил человек всю жизнь, а потом на старость лет покрестился и что чистый, как так. Хорошая лазейка, святая душа перед судом Божьим. Ну да, кто так думает, так он в эту лазейку попадается. Потому что это уже лукавство, если человек действительно покрестился только перед смертью ради того, что вы думаете, теперь всё. Ничего подобного. Что же, думаете, Бог не видит лукавства? надо не забывать, что многие действительно искренне только перед смертью в тяжёлой болезни начинают понимать, начинают становиться умными, о чём писал Исаак Сирин. Кого назову разумным? Только того, кто наконец понял, что есть предел этой его жизни. Мы живём как бессмертные, мы на земле прям живём как вечные. И вот человек иногда и пробуждает вдруг, начинает понимать вот ощущение уже неминуемого смерти. Посмотрите, что приговорённые к смерти, как себя переживали, как многие из них каялись. Кстати, почитайте, как было со Степаном Мразиным. Посмотрите, когда его казнили. Посмотрите, как он каялся перед всеми людьми. О! Это просто поразительно! Это действительно как тот разбойник, который покаялся, будучи на кресте рядом с Христом. Поэтому мы можем не беспокоиться. Крещение – это не магия. И когда человек думает, что он перед смертью покрестится или покаяться, то Бог ему может не дать ни того, ни другого. Жив друг говорит, как? Да, он только руку протянул и скончался. Только собирался туда, машина его сбила. Приехал в больницу, привезли, кажется, ничего, всё, всё, кажется, ничего, он и не думал даже, и вдруг кома. Ну, что вы? Неужели думаете, что Бога можно обмануть лукавством? Мы перед другом можем лукавить сколько угодно, а Бог видит сердце человеческое. Так что здесь никакого вопроса, никакой проблемы здесь нет. Иван Турчинов спрашивает, скажите, как не впасть в самомнение, когда получается бороться со страстями? Достаточно только вспомнить о том, что такое Евангелие и как оно научает человека, каким быть. Надо сравнивать всё-таки свою жизнь с Евангелем, а не с самими собой или с какими фантазиями. А если мы будем сравнивать эту свою жизнь, что значит свою жизнь? Обращаю внимание, это не значит только поступки. Господи, да чего мы грубятины стали, мы грехами считаем только поступки. Вот я убил, ах, это грех, да. А если я в самой душе ненавижу и готов убить, это ничего особенного. Так вот, оказывается, надо посмотреть, что в моей душе делается, сравнить с тем, что говорит Евангелие. Блаженно чистое сердце, и что у меня в сердце? Ко всем любовь, да, ой-ой-ой, всех люблю, готов, не знаю, что сделать, да, да, блаженны милостиви, да, ну, что вы, блаженны плачущие, это я плачу о своих грехах, что ли, да, нам удается побеждать страсти. Вы знаете, это звучит просто, ну, наивно, просто по-детски. Я сел, и сегодня я не объелся, представляете? Это удивительное дело. До чего же я хорош? Не беспокойтесь. Если мы только начнем сравнивать свою жизнь с Евангелием, а не своими представлениями там о добродетели, то тогда мы увидим картину очень интересную, что, оказывается, ни одной минуты мы не можем провести так, как это нужно было бы перед лицом самого Бога. Наши даже сами движения телесные, наши движения мысленные, все наши ощущения всех наших пяти чувств, они что, я могу сказать, да, Господи, вот, я чист. Оказывается-то, ничего подобного, поэтому Макарий Великий, который называли земным Богом, молился «Боже, очисти мя грешного, яко никогда же сотворих благое пред тобою». Так что, немножечко стоит послюдить и увидеть, и тогда никакого самомнения и духу не останется даже. Наталья, спрашивает, как объяснить сыну, что есть рай и ад? Он не верит. Хочет жить здесь и сейчас, хотя до 16 лет ходил в храм, а сейчас все отвергает. Вот-вот. Меня-то гораздо больше заинтересовало то, что до 16 лет ходил в храм, а теперь все отвергает. Вот так мы в храм, простите, таскаем детей, каждые еще причащаем их, все делаем, а 15-16 лет где они? Почему происходят? По той причине сами, потому что мы не интересуемся, что такое христианство. У самих даже нет вопроса, а что я могу сказать своему ребенку, почему я верю, что есть Бог? А что вы скажете, что есть будущая жизнь? Мы сами себе-то ответили или нет? Нет, мы просто верим. А просто верить? Так верить можно во что угодно, что есть инопланетяне какие-нибудь. А почему верите, скажите? Вы себе ответили, почему вы верите, что действительно есть Бог, есть душа, есть вечная жизнь, следовательно, есть и ад, и рай? Ответили себе? Нет. Ах, просто верю, простите, просто верю, это значит закрыть глаза, а меня кто-то ведет. Так вот, причина этого, причина это очень многих, я вам скажу, родителей, она всегда была и сейчас особенно. Мы себе не ответили на те вопросы, которые задают нам наши дети. Мы не хотим хоть немножечко потрудиться и узнать, что, что я могу сказать ребенку потом, почему я верю, что, потому что мама верила, и бабушка, это что за довод современным людям? Поэтому ничего не можем ответить. Вот, оказывается, причина. Поэтому я что могу сказать? Только одно, пока не поздно, постарайтесь ответить вот на эти вопросы и поговорите с сыном, спросите его, а почему ты, ты, спросите сына, а почему ты веришь? Веришь, что нет Бога. Почему? А он тебя спросит, а ты, мама, почему веришь, что есть Бог? О, и начнется какой важный разговор. Если вы сумеете заранить зерно и показать, что, оказывается, вера в Бога имеет множество оснований, а вера в то, что Бога нет никаких оснований и сможете это показать, вы сразу же закинете вот зерно уже возможной веры в вашем сыне. С этого надо начинать, а не просто таскать ребенка, подводить, подыскивать, подводить к чаше, он проглотил, даже, кстати, ничего и не понимая. А сами, кстати, понимаете, что это значит? причине. Вот, оказывается, что мы хотим, чтобы ребенок так же слепо, как мы, верил. Глубоко ошибаетесь. Современная жизнь требует понимания, обоснования, знания. тогда будет и то, что мы хотим. Вот так. Анна спрашивает, можно ли подвергать сомнению слова и дела священника, архиерея, или это все не нашего ума дело, и нужно приходить в храм, думая только о своей душе, не глядя на формализм и фарисейство тех, кто внутри церковной ограды? Вы правы. Вы правы. Не наше дело не только священника, а вообще кого-либо осуждать. Почему разговор идет только о священнике? Да вообще никого нельзя осуждать. Да и стыдно осуждать. По какой причине стыдно? Потому что, когда я осуждаю другого, я тем самым говорю, что я-то, я, слышите? я лучше. Я этого не делаю. Я этого не сделаю. Слышите, какой я? А вот они, смотрите, что делают. Оказывается, какая-то глупая гордыня. Понимаете, осуждение – это глупость, это просто глупость, потому что тронь только человека какую-нибудь страстишку, любую страстишку. и он тут же подскочит, как ужаленный. Мы же все прям насквозь больны. Особенно наше самолюбие. Попробуйте, затроньте. А наш желудок затронуть, а нашу лень затронуть. Что вы? Поэтому Христос и сказал – не судите, да не судим и будете. Поэтому вы говорите почему-то о священнике, я не понимаю. и о священнике, конечно, нечего судить. Не смешивайте двух совершенно разных вещей – осуждение и рассуждение. Когда вот стоит какой-то вопрос, который надо решать, то здесь вы можете и не согласиться с кем-то и сказать – нет, это неправильно, а нужно делать вот так, потому что мы рассуждаем, ищем, ищем, как решить вопрос. А когда мы просто вот – ах, вор, ах, лицемер, ах, фарисей! Интересно, какой мы вопрос решаем, скажите? Какой вопрос мы решаем, когда эти вещи делаем? Никакого! А только показываем себя, что в нас сидит, какое самомнение! оказывается, я бы так не сделал! Вы слышите, до чего я хорош? А они какие плохие! Вот, оказывается, какова ситуация. Никого нельзя осуждать, а не только священник. Наталья Власова спрашивает – после причастия не стала чувствовать радости. В чем причина? Молиться стала с трудом постоянная рассеянность в молитве. подскажите, пожалуйста, причину. Святитель Игнатий Валенчинов пишет «Но если в тебе кроется ожидание благодати, остерегись!» Мы думаем, что вот я подошел, причастился и Господи, давай! где же благодать, где же радость, где прочие плоды Духа Святого? Нужно запомнить основную мысль отцов. Благодать Божия дается по степени смирения человека. А мы очень часто подходим к причастию и делаем как будто одолжение Богу. Вот я причастился. Ой, какой Бог теперь у меня в долгу! Я причастился! Это все равно, что я пошел к врачу, представляете? И какой же врач передо мной должник, что я к нему пришел за лечение? Он у меня в долгу или я у него? Оказывается, вот оно! Это одна из истин духовной жизни. Остерегись, если в тебе кроется ожидание благодати, тогда ты ее точно не получишь. Еще раз повторяю, не врач должен нас благодарить, а мы благодарить за то, что он нас принял. Не Богу нужно наше причастие, а нам, Господи, это мне, грешному, а ты еще позволяешь причаститься тебя, самого, тела и крови, самого тебя причаститься. Господи, благодарю тебя, помилуй меня, прости меня, Господи, что я такой, и ты меня допустил. Вот если мы с таким состоянием будем, с состоянием именно смирение, осознание, то есть, что такое смирение? Осознание своей греховности и недостоинства. Нужно запомнить одну истину, что достоинство причащающегося полностью соответствует степени переживания им своего недостоинства. И чем меньше переживания своего недостоинства, тем меньше мы получаем. И, наконец, когда я вообще достоин, слава тебе, Господи, так вообще ничего не получаю. А то еще и во грех могу причаститься. Вот, оказывается, как. Так что посмотрите в себя, взгляните и берегитесь ожидания благодати. Какое ожидание? Господи, не накажи только меня за то, что я приступаю. Вот что! А не ожидание благодати. А если и дается благодать, то только в зависимости от того, с какой степени мы осознание своего недостоинства приступаем к святой чаше. Вот так. Сейчас под флагом здорового образа жизни активно распространяется йога. Насколько она опасна с духовной точки зрения? Можно ли православным семьям отдавать своих детей на занятия йогой? Я думаю, что нет. Не стоит. Потому что относительно того, как воспитать ребенка здравым даже и телесным, есть достаточно самых простых рекомендаций. А посмотрите, сколько у нас сейчас спортивных различных кружков, сколько есть интересных видов. Так, занятие же йогой, вы знаете, это обязательно вовлечет нас в эту стихию индуизма. А индуизм, он чем, так сказать, я бы сказал, не соответствует, что ли, нашей человеческой природе? Тем, что он в конечном счете приводит человека к мысли и к убеждению, и к ощущению, и к переживанию того, чего я достиг. Знаете, что о себе Будда говорил, например, я всё сам познал, я всего сам достиг, я сам получил нирвану, я сам он. Хотя, кто такой он? Он говорил, не проси ничего умолчания, Бога нет. Так вот, вот эти вот занятия йогой, хотя я говорю, что это хатха-йога, конечно, их несколько, их йог много, но хатха-йога является, так сказать, некой основой, которая присутствует во всех йогических системах. Да, все в конечном счете есть очень большая вероятность, и сама даже атмосфера способствует этому, тому, что в конечном счете мы вместо христианского понимания человека усвоим в себе понимание чуждое нашему, я бы сказал, христианскому и истинно человеческому пониманию себя. Поэтому я лично считаю, что когда есть полная возможность занятий в других кружках, там, секциях, то не стоит заниматься йогой. Ольга спрашивает, из-за ковида стала бояться ходить в храм. Теперь не чаще одного раза в месяц. Очень много прихожан или без масок, или одевает их только народ. Чувствую себя из-за моего страха, мягко говоря, некомфортно. Что вы думаете о моей такой трусости? Это вовсе не трусость. Не смешиваете трусость с рассудительностью. Так же, как и храбрость с рассудительностью. Никакой храбрости нет, когда человек бросается с какого-то этажа и разбивается насмерть. Только потому, что брошусь. Так и трусость тоже самое. Разве это трусость, что этот человек не бросается с какого-то этажа, да? Так и здесь, когда мы видим, что сейчас происходит у нас, совершенно очевидная картина, не только у нас, вы видите, по всему миру, то мы должны отнестись к этому разумно, а не безумно. Разумно отнестись. помните, Христос не бросился же вниз с храма? Так и здесь тоже самое. А то, что чувствуем себя некомфортно, некомфортно, да, это неудивительно. Конечно, мы привыкли к храму. В храме сама обстановка, кажется, способствует нашему более молитвенному, что ли, настроению. Это верно. Это неудивительно, что вы сказали очень хорошее слово, именно некомфортно. Но вы знаете, я думаю, что стоит иногда пожить и без комфорта, чтобы затем оценить должным образом комфорт. Знаете, вот у тех, какие-нибудь индейцы там, помните, североамериканские, посмотрите, как они, когда мальчик подрастал, отбирали у матери и затем там год-два или больше его воспитывали в мужской среде, приучали ко всему, к голоду, к холоду, к страхам, к пыткам даже, к охоте, ко всему. Он возвращался уже возмужалом, испытавшим всё, знающим. А вы вспомните, спартанцы, как воспитывали, да и всегда, я вам скажу, без вот такой аскезы человек не может воспитаться настоящим образом. И вот здесь сами мы ясно, что мы никогда не решимся на то, на то, чтобы не ходить в храм ради молитвы дома. Это только были, помните, святые? Посмотрите, почитайте жития святых, сколько уходило в пустыни у нас на Руси, в леса, в затворы, жили в дуплах деревьев даже, прям в болота уходили какие, но это, я вам скажу, редкие, редкие, мы к этому не приспособлены, естественно. Но то, что сейчас обстоятельства создались таковы, что мы волей-неволей уже вынуждены подчиниться им, то, я думаю, нужно здесь осознавать, понимать и то, что так это Господь своим промыслом устроил, чтобы мы хоть немножечко ощутили, оказывается, что такое, что такое богослужение, что такое храм, какая-то помощь человеку, ощутили, и не только ощутили, но ещё и поняли одну важную вещь. Поскольку никаких случайностей в нашей жизни не бывает, то, значит, в данном случае что же это такое, что я не могу в храм ходить? Я такой хороший, чуть ли не святой, а в храм не могу попасть. Да что же это такое? И пить имя от Бога, которое, к сожалению, многие не хотят осознавать. Поэтому в данном случае, в данном случае, что некомфортно чувствуете, верно, ещё бы. Какой же это комфорт? Комфорт в храме, а не дома. Но вот дети этих домашних условий, тогда и нужно постараться делать всё возможное, чтобы как-то как-то весь молиться так, как это происходит в храме. Сейчас к этому есть много возможностей. Богослужения можно даже по телевизору продаётся кассеты, диски, мы можем дома включить. В конце концов, можем даже заменить, если нет такой возможности, какой-то молитвы Иисусовой, какое-то количество. Но обязательно надо не просто не ходить в храм, а нужно это возмещать. Вот батюшка Никон, например, тем, кто не могли ходить в храм, он говорил им совершать определённые молитвенные правила. Вот я не помню точно, но, по-моему, за всеношную, если в всеношную, например, невозможно пойти, это всеношную всё-таки более двух часов, то вот он и говорил, что в молитве Иисусовых кому как, кому сто, кому двести, а кому триста молитв Иисусовых вот так дома сидя хорошо с вниманием и покаянием произнеси. Вот так и мы хотя бы сто молитв Иисусовых неспешно с вниманием и, может быть, тогда даже ещё может милостью Божией ещё и больше даже сможем помолиться, чем даже в храме. Так что не смущайтесь, помоги Бог. Святые отцы говорят, Антихрист возьмёт всю духовную светскую власть в свои руки, но апостол Павел пишет, братья, со всем усердием повинуйтесь властям. Вопрос, к чему призывает апостол Павел? Зачем мы смешиваем разные понятия? апостол Павел пишет, что нет власти, которая не от Бога. То есть, существующие власти являются ничем иным, как тем, о чём великолепно, точно говорит русская пословица – по сеньке и шапка. Но мы, будучи сенькой часто, скидываем шапку. Нет, мне давай корону! А не, ты не пойми, что на голове. Ах, вот, оказывается, не по сеньке шапка. Какая несправедливость со стороны Бога! Это ужасно, конечно! Надо вот то, то и то. Я-то знаю, конечно, лучше Бога. Лучше Бога. Так вот, любая власть есть ничто иное, как следствие, результат от общего состояния духа народа. Поэтому всегда, всегда и все подвижники, они говорили, мы хотим, чтобы произошли положительные изменения в области этой даже внешней жизни. Ну, покайтесь же ради Бога! нет, мне нечего, я знаю, да, я грешный, но эти, смотрите, обманщики, лжецы, грабители и так далее, и пошёл. Уже о себе мне некогда и думать. Вот они, негодяи, которые засели, засели там. Вот почему и будем страдать, если мы будем таким образом реагировать на ту ситуацию, которая часто происходит в нашей общественной и государственной жизни. Так вот, теперь, касаясь Антихриста, да, Антихрист, это будет закономерное следствие. Об этом великолепно пишет вот святитель Игнатий Вринчанинов. Пришествие Антихриста это будет не какая-то случайность, не какие-то происки мировой какой-то кучки заговорщиков. Да нет! Это будет естественное следствие полного обмерщения, понимаете, обмерщения сознания людей. Я сказал людей, уточню, мирские люди, они и так мирские, там нечего обмерщаться. Вы слышите, о каких людях я говорю? Обмерщение тех, которые считаются церковными людьми. обмерщения кого? Мирян, богословов, священства, священства монахов. Вот оно что будет результатом чего? Поэтому вывод, я вам скажу, замечательный. По сути, он пишет. Вот почитайте святитель Игнатий. поэтому антихриста примут как Христа. А вы говорите, бороться против него надо или нет? Как же я могу бороться против Христа? Так вот он, наконец, Христос пришел. Вам это трудно слышать? А я вам, пожалуйста, объясню. Очень просто. Что сделал Христос? Скажите, как он улучшил экономическое положение народа? Никак. Освободил ли он от рабства? Тогда рабство было. Ничего подобного. Его ученики пишут, раб, изволь будь рабом и работай по совести. Что он сделал? Что он улучшил просвещение? Развил науку? Ничего не сделал этот Иисус Христос. А вот пришёл, посмотрите, какой прогресс, какие достижения, победа над болезнями, а там, глядишь, чуть ли не победа над смертью, полное равенство всех людей, все стали рабами, нет, я ошибся, все стали равными, равными, да, равноправие, свобода, равенство, братство, вот он, наконец, Христос. Все примут Его как Христа, а вы говорите бороться против Него. Это кто же будет бороться? Ну, останутся где-то какие-то единицы христиан, которые понимают, что это дьявол во плоти. Ну, и что они? Они понимают, достойные по делам мы своим получили, и уже исправить невозможно, потому что общее состояние, мировое состояние духа полностью стало о сатане не ло. Христос сказал, ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, а мы что говорим? Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, и Царство Божие приложится вам. Вот почему Антихрист придет, вот его примут, почему все и поклонятся ему и будут воспевать панигирики, а вы говорите бороться против, что вы? Вот какова ситуация. А вообще, так сказать, если говорить исторически, исторически, то да, каждое правительство является ничем иным, как выражением, вот очевидным, личностным выражением духовного состояния данного народа. И изменить его можно не революциями. Все до одной революции, которые были в истории, чем они отличались? Только насилием, жестокостью, кровью, убийством, свержением одних, а рабы становились господами и так далее. Посмотрите революцию французскую, посмотрите наши 917 года, посмотрите, что это такое все они, вот вам к чему приводят эти все революции, борьбы против несправедливой власти. Несправедлива была власть царская. Хорошо, устроили такую справедливость, что залили Россию реками крови. И так, как же бороться? Вот христианство говорит, без нравственного и духовного изменения общества, людей, народа, никакая смена ничего не даст. Я говорю, внешние смены. Посмотрите, Иоанн Кронштадтский, о чем плакал. сердце моё обливается кровью, когда я смотрю, как наш народ оставляет христианство. Вот что происходит. Вот так примерно. как не впасть в уныние от того, что постоянно грешишь? Это уныние происходит только по одной причине, что мы видим себя хорошими, но вот надо же это вот, я хороший, но вот надо же опять согрешил то-то, это и прочее. Ну, как же это, как это, я могу, вы помните себе представить? Я такой хороший. уныние от гордости от нашей, от полной какой-то слепоты. Мы не видим, насколько мы повреждены. Вы знаете, это просто поразительно, насколько мы не видим. Ни одной, говорю, минуты мы не проведём по-божески от того, что грешим. Что грешим? Под грехами что мы разумеем-то? Мы, к сожалению, совсем и не считаем за грех всё то, что у нас творится в нашей душе, в наших мыслях. А грехами видим только вот это, что-то такое внешнее, очевидное. Так что, видите, слепота наша приводит нас к этому унынию. А если бы мы видели и если бы мы каялись, то мы бы почувствовали милость Божию кающемуся человеку, то есть ко мне. Увидели бы, поняли бы, что Господь близ нас есть, что Он есть любовь, что Он есть врач, а не палач. И каждого кающемуся Он готов помочь, прощает наши грехи, даёт мир душе. Но это можно увидеть только тогда, когда увидим, насколько мы действительно повреждены. Не просто грехи, вот у меня какие-то грехи, понимаете, как мы ловко отделаемся, какие-то у меня грехи, я их возьму и напишу на записке. Вообще повреждены. Вот если мы это увидим, осознаем это, смиримся, то увидим и помощь Божию, увидим любовь Божию. И тогда только возблагодарим Его. Если на всё воля Божья, можно ли просить у Бога выздоровления, когда болеешь? Обо всём земном святые отцы решительно говорят. Это я мог вам специально целый перечень высказываний своих отцов. Можно просить только так. Господи, ты видишь, что я хочу. Он видит, что я хочу. Но, Господи, я верю Тебе. Я верю, что Ты любовь. Я верю, что Ты врач. И всё, что Ты посылаешь, в частности, вот это моя болезнь. Это не наказание за грехи мои. Это не месть за грехи мои. А это есть ничто иное, как то, что делает врач в отношении больного. Господи, благодарю Тебя! Благодарю Тебя! Слава Тебе! Вот это надо повторять сто, двести, тысячу раз. И вы увидите тогда, это совет, совет отцов, и вы тогда увидите, как Господь вот в ответ на эту благодарность Богу, на Его словословие, так успокаивает прям наше сознание, нашу душу, самоболезнь уж становится совершенно-совершенно иной, хотя бы продолжали даже болеть. Вот оказывается, Господи, да будет Твоя воля, я Тебе верю, но Господи, помилуй меня, я страдаю, помилуй, Ты же видишь, что я хочу, но да будет Твоя, Господи, воля, а не моя, а не моя. Врач отрезает там руку, ногу, что мы, так а ты в больницу потому меня привезли, что если не отрезать, то я весь стану гангренозным и погибну в страшных мучениях. Вот что! Надо немножечко всё-таки верить тому Богу, в Которого, как кажется, мы верим. Вот тогда ситуация в нашей душе изменится. Алексей Ильич, неужели у души совсем нет шансов попасть в Царство Божие после пройденных мытарств? Ведь люди склонны хотя бы к одному из них, например, к празднословию или лене осуждения. Неужели все наши души не смогут попасть к Господу? Вы, наверное, забыли, как правый разбойник попал в рай? У него, кажется, грешки-то были такие незрядные. Видимо, не только разбойные, убийства. И а мытарства где же? Сегодня же будешь в раю. Мытарства где? Вместо сорока дней сегодня же. Покаяние и смирение открывает двери всесильному действию благодати Божией, которая все очищает. Только смирись, гордый человек, как писал Достоевский, все с тебя смывается. Никаких мытарств. Почему так? Почему требуется эта проповедь христианства? Почему требуется христианская вера? Почему требуется это христианское понимание духовной жизни, Бога, души? Почему? Потому что оно призывает к приобретению такого, я бы сказал, иммунитета против всех мытарств, который всесилен, осознавший свою греховность, осознавший свое бессилие и не просто осознавший, и кающийся искренне в этом все освобождается от всяких действий вражьих. Потому что мытарство что такое? Вы же не думайте, что там какие-то же это же видение было Феодора, это очень образное. Вы знаете, что ангел сказал Макарию, святому Макарию? Сказал, все, что ты видел здесь, это есть лишь самый слабый намек на то, что происходит там. Как один архиереймирал оглядывался во все стороны, это я помню, и все говорил, повторял удивительные слова. Все не так, все не так, все не так, сам оглядывается во все стороны. Видно, что ему открылся тот мир. Вот так. Так что надо бояться не мытарств, а бояться как бы нам в самомнении, в нашей слепоте не покинуть этот мир. Тот, кто с верою, с верою и покаянием переходит туда, освобождается тот человек точно так же, как был освобожден правый бандит, убийца, грабитель, разбойник. Денис спрашивает, почему нужно молиться святым, а не Иисусу Христу? Ведь мы христиане от Христа. И зачем нужно преклоняться мощам? В Евангелии же не сказано ни про святых, ни про мощь. Ну, по порядку, конечно. Зачем нужно молиться святым? Ну, так слушайте, если вы такой верующий человек, то, вы знаете, не обращайтесь никому из людей, когда вам что-то надо помочь, а прям обращайтесь к Богу и всё. Бог же всесилен. Особенно с машиной что-нибудь у вас. Да. К Богу, Господи, что-то машина сломалась. Ну, что это такое? Мы же одно тело, все люди. И мы все друг другу помогаем и должны помогать. Действительно, это естественное следствие того, что мы, будучи все едины, и понимаем, что закон любви, вот он, всюду действует. Поэтому обращаемся к святым. Не потому совсем обращаемся, что будто бы они могут освободить нас от грехов. Нет. Совсем нет. Мы обращаемся к ним как сопутники. Как сопутники в нашей жизни. Как в земной жизни. Мы обращаемся к более будрому, разумному человеку, более духовному человеку. Обращаемся помочь. Почему спрашиваете? Бог мог бы помочь? А что вы к нему-то идёте? Нет. Это естественное свойство, что мы обращаемся и к святым. А почему почитаем мы святых, например? Ну, может быть, вы слышали, я рассказывал, как мне один протестант очень надоел с этим вопросом. Что вы там почитаете иконы, мощи и прочее? Это было в Германии, но я попросил его, знаю, как немцы относятся к своей семье, попросил его фотографию. Он тут же мне достал свою фотографию. Я, конечно, пришёл в восторг неописуемый от того, когда увидел, какая у него жена, какие у него дети, и выразил этот восторг. Он стоит, сияет. Но я ему потом говорю, ну, а теперь бросьте эту фотографию и растопчите её ногами. он, знаете, он взрывел от ярости. Говорят, что такое случилось? Я же не говорю вам, чтобы вы жену и детей топтали. Я говорю, вот эту бумажку, что с вами? Бумажка же! Думаю, что он понял. Вот почему почитаем. Потому что эта бумажка напоминает нам о ком? о них самих. Эти иконы мощи о них, о самих святых. И мы действительно с благовением почитаем и иконы, и мощи, и я скажу, не только, и даже вещи почитаем, потому что они, они являются чем? Знаком, знаком вот того, кто действительно показал образ святости, прекрасной жизни, образец, если хотите, это. Вот как. И в самих вещах это присутствует сам дух даже, дух этой святыни. Вот почему. А вовсе не потому, что мы изменяем Богу. Нет, сразу Богу. но я знаю, если у вас что-то такое произошло, там какие-то, ну, вам нужно обратиться в судебные органы, что-то происходит, то вы знаете, что, не обращайтесь в городской суд и даже в областной. Обратите, слушайте, сразу в Верховный суд, а то и к самому президенту. Сразу. Можете обращаться? Можете. Обратите. Знаете, что получите, да? А вы были в нижней эстанции, в других? Ах, не были. Вы сразу сюда. Да. Это просто привожу в образ некий, что даже действительно подчас и наше понимание, что мы даже, Господи, мы не достойны даже к Богу-то обращаться. Стыдно подчас бывает обращаться к Нему. Неужели мы этого не понимаем? Мы хоть к святым-то обратимся, хоть вы помолитесь за нас. Вот это еще одно соображение, которое, кажется, ну, несколько объясняет нам, объясняет, почему мы мы обращаемся и к святым, и к угодникам Божьим, а не только к самому Богу. Алексей Ильич спрашивает. У меня двое маленьких детей, муж мусульманин, хотя добра говорил, что примет христианство. Муж против крещения детей. Можно ли без его ведома крестить? Я думаю, не стоит этого делать. причин несколько, но главное, что этим самым может случиться то, что у вас расстроится брак, расстроится семья, и вы погрешите против того, что изначало Бог благословил. Сам не крещённые. И на этот вопрос мы должны знать ответ. Крещение не магия. Не магия. Крещение только тогда действительно даёт человеку благодать, соответствующая благодать, когда человек принимает это с верою, с убеждением. а для этого надо научить человека вере. Если же он этот человек принимает без веры, без уверенности, без убеждения, так, то не думайте, что тогда это что-то будет для человека. Крещеных полно! А посмотрите! Они что, действительно христиане? Живут как христиане, да? Ну, что вы! Мы во что превращаем это великое таинство крещения? Крещение это что такое? Вы посмотрите в партию как вступали. Да и, наверное, и сейчас тоже может быть. Да. Сколько времени, сколько подготовки. Ой-ой-ой! Должны засвидетельствовать своей жизнью, в частности, семейной даже жизнью, прежде чем принять его в членство партии. Подумайте! А здесь мы что такое? Крещение не сводим до простого обряда. В данном случае, я считаю, так, если вы имеете возможность, если ваш муж не против, старайтесь, старайтесь воспитывать своих детей как в вере, в объяснении, не просто веруй. А он потом ответит, а почему я тогда должен верить? В объяснении, в обосновании, в аргументах. Воспитывайте. И потом, когда пойдет в возраст, пусть он примет, примет с убеждением и по вере. О! Это будет таинство крещения. Как и Господь сказал, кто веру имеет, и креститься, спасен будет. А кто не имеет веры, но крестится, осужден будет. Нельзя таинство принимать без веры. Вы что? Посмотрите, что апостол Павел пишет в отношении тех, кто причащается недостойно. Вот, без веры, без осознания. Помните, что он? Почитайте, что он пишет в отношении суд себе тогда ест и пьет этот человек. И оттого у вас многие болеют и умирают. Вы что, думаете, это относится только к таинству причащения? Да? К любому таинству так это относится. Нельзя принимать таинство без веры. Но у нас вошло это в практику уже крестить детей. А знаете, в древней церкви до самого восьмого столетия в нашей восточной церкви крестились взрослые. Постепенно к восьмому только столетию представляете, сколько сот лет уже вошла постепенно практика крещения детей. Сначала ну что вы! Вы видите, Василий Великий, родители, христиане, Григорий Богослов, Григорий Низкий, Иоанн Затауст, посмотрите, родители, родители, христиане были, блаженный Августин, посмотрите, их не крестили, ну что вы! Они должны были сами убедиться, что христианцы это истина, поверить в это и принять это с полным убеждением. Знаком этой веры, завершающим знаком, являлось святое крещение. Так что не переживайте, не переживайте, совершенно спокойно ждите их возраста, но не просто ждите, а воспитывайте. А воспитывайте как? Обучаясь сами, что такое христианство. Сумеете убедить их, сумеете показать красоту истинность христианства, честь и хвала, тогда и они примут крещение и будут настоящими христианами. А сейчас совершите обряд, который для них абсолютно ничего не значит. Он узнает. У вас начнётся скандал, так, а то и развод, и что проку будет, что вы от этого получите. О, если бы мы спасались крещением, неужели это непонятно людям, что мы не крещением спасаемся, а правильной жизнью очень много некрещенных, которые причислены к лику святых? К лику святых причислены первый разбойник из них, который не крестился, не причастился и сегодня будешь в раю. крещение только тогда является для нас даром благодати Божией, когда, ещё раз повторяем, мы принимаем это с верой и решением жить, жить по-христиански. Тогда только. А если ещё принимаем крещение без обещания Богу доброй совести, тогда оно полностью обесценивается. Вы знаете, есть какие страшные слова? проклят всяк, кто делает тело Господне с небрежением. Смотрите, надо быть осторожными. Тимофей Яковлев спрашивает. Сегодня был на исповеди, а после отхода от неё сердце всё равно как камень, хотя искренне просил Господа прощения, ничего не утаил. почему так? Бог не простил. Ну, вы знаете, вот вы задаёте такой вопрос, вот ещё обождите немножко, ещё я проживу лет сто, может быть, получу дар прозорливости, видения души, тогда я, конечно, отвечу вам, сейчас пока ещё я этого дара не получил. Мне трудно сказать, по какой причине, можно только предполагать. ещё раз вам повторяю то, если вы вот с самого начала сейчас присутствуете, то ещё раз вам повторю, остерегайтесь ожидания благодати. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, что вы не чувствуете вот того, что вы ожидали. И не ожидайте, пожалуйста, этого. не ради этого мы подходим к исповеди, не ради этого причащаемся, не ради этого принимаем крещение, избави Бога ожидать уже благодати. Будет правильно, если мы с сознанием своей греховности, с верой придём, с полным тогда убеждением – Господи, ты знаешь, когда что нам можно дать. Вы знаете, мы какой сластолюбивый народ. Вот дай нам только сейчас подошёл, Иисус пришёл, и всё уже у меня, ой, и я буду потом бегать. Да, искать что? Искать вот это удовольствие, если хотите даже. А Господь испытывает нас подчас. Да, я пришёл, кажется, поисповедовал искренне и ничего не чувствую. Не беспокойтесь. Если вы делаете это искренне, искренне, не беспокойтесь, потом это вас сторицею окупится, то, что вы сейчас ничего не чувствуете, почувствуете потом и увидите. Но не ждите только вот это награды какой-то. Вы знаете, наша сейчас психология такая, мы всё время ждём, ждём ответа. Я тебе, Господи, копейку, дай мне лимон. Я вот исповедовался, а ты чё, мне ничего? Ну? А я ничего. Ну, надо же поверить, что Бог есть любовь, и Он знает, когда дать. Кто знает? Может быть, сейчас бы это было для вас? Возможно, это было бы не полезно. Поверьте Ему. Поверьте. Поблагодарите за то, что вы ничего не чувствуете. И вы потом узнаете это. Вопрос от мусульманина. Какое значение имеет религия для души человека после его смерти? Имеет очень большое значение, потому что здесь земная жизнь дана нам как своего рода экзамен. перед поступлением куда-то. Знаете, вот на какую-то должность прежде, чем человека дать, его испытывают сначала. Покажи себя. Например, должность связана, например, с финансовыми какими-то делами. Испытывают человека. Не вор ли он? не поддаётся ли он на всякие взятки? Не купится ли он и не продастся ли? Вы слышите? Так вот, земная жизнь, она дана нам в качестве вот этого испытательного срока. И религия в данном случае на этом прямо всё время и говорит. Как только мы сказали религия, мы что сказали? совесть. Религия – совесть. Религия – Бог, религия – совесть. Так что благодаря религии человек может всё-таки перед вступлением в эту новую область жизни, которая открывается для человека очень многими вещами. Так, здесь одно дело, человек входит уже хотя бы несколько подготовленный, а другой совсем не готовый. И вот в зависимости от степени готовности человек и там же будет переживать. Об этом говорят все религии. Они говорят об этом. Это, так сказать, это действительно убеждение, что земная жизнь, она только вот как испытательный срок, а там ты можешь действительно радоваться, можешь страдать, можешь мучиться, можешь быть в блаженстве и так далее. Но это не есть или-или. Это степень разная. Степень и радости, степень и переживаний. Поэтому религиозный человек, он имеет возможность как раз вступить и без тех потрясений, которые встречают человека неподготовленного. В этом вся суть. Алексей Ильич, почему обязательно читать длинные молитвенные правила? Неужели Господу недостаточно нашей краткой искренней молитвы? Знаете, ведь, когда мы говорим о Боге, то мы говорим как о Том, Который является любовью, Который любит нас и Которого, обращаясь к Нему, мы выражаем Которому свою любовь. Не правда ли? Ну, она степень может быть разная, но всё-таки. Ну, теперь посмотрите. Вот, видите, двое влюбились, он и она. Лады и люди. Зачем им встречаться и долго проводить время друг с другом? Скажите. Ну, сказали бы друг другу, ты меня любишь? Люблю, и я тебя люблю, до свидания. Зачем эти долгие встречи, эти какие-то чебуховские разговоры? И проводят, и проводят, и днём чуть ли не ночь, и что ж такое? Что за глупость такая? А глупость оказывается открывается очень просто, они любят друг друга, и они стремятся к этому общению, и мало, и мало времени. Обратите внимание, все святые, кого мы называем святыми, непрерывной молитве проводят время в Боге. Даже, знаете, есть такое, непрестанная молитва Иисусова, слышите? непрестанная. Но чтобы получить вот эту непрестанность, которая чем оживотворяется? Божественной любовью. Когда человек начинает переживать эту любовь к Богу и Божью любовь к себе, так вот это же есть, молитва есть общение. Это есть общение. Молитва – это вот способ общения. И вот как молодые вот общаются друг с другом и скажите им, да просите вы это, герундой заниматься, скажут, нет. Так и молитва является знаком этого общения. Поэтому длинные молитвы в данном случае чем они являются? Постепенным, если хотите, способом приучения нас к общению с Богом. Вот что такое молитва. Но согласен для человека, который еще не подготовлен и которого действительно длинные молитвы, они просто утомляют, ничего не дают, да, может быть, вначале надо молиться короче, но чаще. Так и советуют. Короче, но чаще. Вот, например, советуют, хотя бы раз, раз в час, слышите, один раз в час скажите от всей души Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ну, один раз, можно в час? Ну, что бы! Да невозможно! Встал, вечером, надо же, ни разу не сказал. Вот вам, пожалуйста! Так что, не удивляйтесь на эти длинные молитвы. Правда, к ним надо прийти постепенно, не сразу. в начале, лучше, может быть, читать более короткие молитвы, короткие молитвы, постепенно приучая себя, ну, приучая себя. Хочу только вот что сказать, что многие не понимают, многие считают, что надо, вычитывают молитвы. Ой, какой это ужас! Святитель Игнатий Валичинов прямо, знаете, сказал, ну, я бы сказал просто резко и твёрдо просто сказал, что молитва без внимания – это не молитва. Это не молитва, она мертва. Она есть душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. И если мы действительно эти молитвы будем читать как пустословие, то это, знаете, что оказывается? Оскорбительная для Бога, душевредная для человека, вы слышите? И избави Бог, Бог превращает молитвы в это пустословие, да избавит Бог. Вот, оказывается, что чрезвычайно важно. Это просто это просто необходимо. Вот как. Так. Алексей Ильич, и в заключение вопрос, который беспокоит многих. Что это? Вакцинация. Многие рассматривают её как печать антихриста. И всё, скажем. Как вы к этому относитесь? Откуда они это взяли, я бы хотел сказать. В истории нашей России сколько раз уже было этих печати антихриста. Боже мой, и ничего не помогает. И не только печати антихриста, а уже и сам антихрист уже приходил, сколько раз уже был. Кого только не называли антихристом. Боже мой, какие мы все умные. Вы знаете, это идёт дело большей частью от людей, я бы сказал, тёмных, тёмных в смысле знания. В наших деревнях в русских часто мужичка, который смотрит, у него что-то с головкой плохо. И вы знаете, что говорили о нём? Зачитался Библией. И в основном, что читают, апокалипсисы. Тайны. Нам дайте тайны. Нас же интересует спасение, что ли? Тайны. Когда придёт антихрист? Что такое 666? Что за печать антихриста? И так далее. Нас вот что интересует. Как несмысленных детей. При чём тут вакцины и печать антихриста? Господи, то паспорт, то карточка москвича, то ещё там чипы, да я не знаю, чего только не придётся, три шестёрки. Чего только нет. Я помню, Ян Кристианкин с каким гневом просто говорил по поводу этого, по поводу будто бы зашифрованных этих шестёрок. Ничего не помогает. Вот распускают эти слова. Причём сами они бы вот те, которые думают, они бы эту цепочку пришли. Так, откуда это идёт? А откуда это? Кто это сказал? А сейчас этим пользуются люди просто злоумышленные. Вы знаете, ведь коронавирус совершенно очевидная вещь. и смотрю, то один появляется, то другой, то какой-то чуть ли не учёный, то чуть ли не профессор. Что это? Никакого ковида нет, ничего нет. Но посмотрите, что говорит статистика за этот год. 120 тысяч, чем за предыдущие пять лет в этом году умер людей. Всё кажется очевидно, прямо на лицо. На лицо. Нет, нет, никакого нет ковида. Теперь придумали с этой вакциной. Не о какой печати, тут просто говорить, это просто безумно. Но речь идёт о другом. Что принимать эту вакцину, надо с рассуждением, надо посмотреть, действительно ли она. Надо посмотреть, подождать результаты. И если она действительно помогает, почему же? Почему же таблетки глотают? А это нельзя. Всё надо делать с рассуждением. Святые отцы сказали, что нет добродетели выше рассуждения. Так вот и здесь тоже. А это надо просто смотреть и здраво. Религии тут совсем ни при чём. Религия. Ни при чём тут. Никаких антихристов, ничего тут нет. А надо смотреть, что полезно или вредно. Вот. И если мы, когда это видим, что уже все данные говорят за то, чтобы это делать, прививку, и что это полезно, ну почему же? То надо и сделать. Ещё раз повторяю, это связано не с религией, а с сохранением нашей жизни. И мы должны, каждый человек, об этом беспокоиться, о своей жизни. Лечиться. И таблетки делает, и лекарства всякие пьёт, и по больницам ходит. Это, оказывается, ничего. Да в любом уколе, уже, прости господи, вам бы уже тысячу этих печатей вы наложили, пока вы уколы принимаете. Оказывается, нет. Теперь именно вакцина, слышите? Почему? Потому что она может предупредить человека от болезни. Нет, нет, не делайте. Умирайте. Умирайте. Не делайте. Печать. Там печать вам. Антихриста. А от гриппа? Что-нибудь? Или от чего укол? Нет? Ну там можете. Почему? Там живы останетесь. А тут, если не привьёте, помрёте. Ура! То, что нам и надо. Идёт какая-то борьба прямо против нашего народа. Бедный народ наш, знаете, эти злоумышленники просто работают вовсю. Работают. Очень печально, что, конечно, наш народ очень доверчивый. Вот, когда данные будут, определённые всё, можно тогда спокойно это делать. Пока и нет, ну что ж, подождите. Но ни о какой печати тут и речь не может даже идти. Спасибо, Алексей Ильич, за ваши ответы. Пожалуйста. О здоровье. Всего доброго вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok